Канобу.ру представляет В апреле этого года по индустрии прошел слух, что Prey 2 осталась без разработчика. Human Head якобы разругались с издателем Bethesda. Тогда общественность заверили, что это лишь домыслы. Разногласия были, но в итоге уладились, а работа над проектом продолжается. И вот сегодня Prey 2 внезапно пропал с официального сайта Bethesda. В ответ на вопросы журналистов было сказано, что издатель просто решил сосредоточиться на грядущих релизах и не занимать место долгосрочными проектами. Если учесть, что на сайте есть страница The Elder Scrolls Online, которая выйдет во второй половине 2013 года, ждать Prey 2 придется очень долго. К этому времени, кстати, уже должны появиться консоли следующего поколения. А вот что точно выйдет на нынешнем поколении, так это Tokyo Jungle. Совершенно безумная, но уникальная игра про битву зверей в разрушенном Токио. Tokyo Jungle вышла в Японии в июне, и шансы увидеть ее на западе были довольно малы. Но вы только посмотрите на происходящее. Среди руин японской столицы грызутся шпицы, страусы, бегемоты, гиены, а в какой-то момент разъяренный цыпленок пытается клюнуть динозавра. Несмотря на все это безумие, компания Sony решила дать новинке шанс на англоговорящем рынке и назначила релиз английской версии на 26 сентября 2012 года эксклюзивно в PlayStation Store. Вся е... Эта фраза также очень подходит для следующей новости. Компания BioWare заявила, что ожидаемый сиквел стратегической игры Common and Conquer Generals 2 выйдет без одиночной кампании. Иными словами, в финальной версии будут только соревновательные и кооперативные режимы для игры по интернету. Правда, разработчики не отрицают, что после релиза они могут добавить и сюжетные миссии, если фанаты этого захотят. Ну и не стоит забывать, что Generals 2 будет распространяться по условно-бесплатной модели. Так что возможно, что после пары-тройки месяцев после выхода она превратится в клона Сталина против Морсиан. В сети появилась первая непроверенная информация о Dragon Age 3. Действие развернется в провинции Орли во время Гражданской войны. Игрок сможет выбрать героя из трех классов, а всего управлять можно будет пятью персонажами. Rockstar показала три новых скриншота GTA V. На одном из них, если приглядеться, можно увидеть главного героя. Он почему-то похож на Фрэнка Уэста из Dead Rising. Diablo 3 добавит систему уровней Paragon. Это что-то вроде престижей в Call of Duty, только с бонусами к шансу выпадения золота, лута и увеличения основных характеристик. Всего уровней Paragon будет 100, а появятся они с выходом патча 1.04 в конце августа. Если вам очень хочется играть в Dota 2, а ключа никто не дает, можете загрузить бесплатный клиент наблюдателя. Его можно взять в магазине Steam. Владельцам подписки PlayStation Plus бесплатно раздадут Borderlands, Just Cause 2 и RetroGrade. Выдача начнется 22 августа. Больше объективной аналитики. Читайте на Канобу. Рецензию на Sleeping Dogs, а также путеводитель по виртуальному Гонконгу. Очередную порцию впечатлений с выставки Gamescom. На этот раз про SimCity, The Last of Us, Dead Space 3 и Rome Total War 2. Пользователь Tornado также оценил Sleeping Dogs и поставил ей целых 9,5 баллов. Ну и сегодня вечером в 19.00 смотрите нашу трансляцию по Darksiders 2. Это были все новости на сегодня. Почаще заходите на сайт, чтобы узнавать все самое интересное из игровой индустрии. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok